Моисей не вошел в землю обетованную и умер. Правда лишь, что его мощи сокрыты от всех до пришествия Христова. Даже сам Люцифер пытается найти его, но не может этого. Ну, что-то правда, что-то нет. Да, они вошел в землю обетованную. Не все туда вошли. Как мы знаем, единицы из тех, кто вышел из Египта, вошли в землю обетованную. Дошли они быстро до нее, но испугались, кто там живет. Забыли про помощь Божию, что тех, кто их вывел из Египта, уничтожил войско фараона, перед этим хорошенько прорядив ряды египтен десятью казнями египетскими. Кто, кто кормил их в пустыне, кто, кто поил их в пустыне и совершал множество чудес. Землю обетованную, населенную, язычниками им не отдаст. Бог, как говорится, боязливых не любит. Это не библейская идея, но Бог любит всех. Но иногда нам так кажется, что не любит. Трусливых тоже. Тех, кто забывают его помощь изо дня в день, купаясь в его помощи, тоже обходит стороной. И поэтому пришлось еще сорок лет Моисею уходить с этим народом по пустыне, пока поколение боязливых, трусливых и недоверчивых Богу израильтян, будущих израильтян, не вымерло. Зашли их дети и внуки в землю Бетаванную с Иисусом Навиным. И даже сам Моисей не вошел, ибо руки его тоже были не без крови. А народ-то, мало того, что боязливый, трусливый, так еще и вышедший из Египта, религия которого по сей день будоражит умы многих из нас. Понятно, интересно, лаконично, глубоко. Обожествляли все, что только можно обожествить, как только Бог терялся из виду. Зашел Моисей на сорок дней на гору Синайскую. Молнии, гром, тучи, землетрясения, чудеса, да и только. Казалось бы, все видишь воочию присутствие Бога. А нет Моисея. И бегом из всех золотых изделий создали себе изображение Бога в виде тельца. Сходит Моисей из горы, а там уже изображение Бога стоит. Так расстроился, что даже заповеди. Скрижали заповедями Божьими разбил. Ну, дальше вы знаете. Большая бойня. Многих перебили. Земля поглотила. Всех тех, кто стоял у истоков этого многобожия, этого языческого начала в будущем израильском богоизбранном народе. И представьте себе, если бы этот народ имел перед своими глазами могилу Моисея, его тело, его останки. Да там пирамида была бы выстроена за неделю больше, чем у Хеопса. Сразу бы начался культ почитания того, кто их вывел из Египта, больше, нежели самого Господа Бога. Поэтому надо было еще долго воспитывать этих потомков Амраама, Исаака и Иакова, для того, чтобы можно было воплотиться в этом народе. Еще тысячу лет с лишним должно было пройти, чтобы родилась Богородица. Или думаете, Господь не пришел бы еще в мир среди потомков Адама и Евы первого-второго поколения, если бы была такая возможность. Не было бы такой возможности. Обезобразились и душу, и тела всех людей до ужаса, до неузнаваемости. Никто бы не смог бы вместить Бога, не уничтожившись при этом. Так что, потому Господь сокрыл могилу Моисея, и никто не знает, и зашли в землю обетованную, и завоевали потихоньку. Правда, не исполняли требования Бога уничтожить всех, и потому снова принимали язычество, женились на девушках из языческих племен, забывали истинного Бога, и побивались этими же племенами, этими же филистимлянами еще многие столетия и десятилетия. Так что, если что-то Господь говорит, надо так делать, даже когда тебе не хочется. А то, что Люцифер пытается найти, не может, да слушайте, да он же все знает, что происходит в материальном мире, и происходило. Может делать некоторые догадки по отношению к тому, что даже будет, но все равно догадки на уровне хорошего аналитического центра, и даже кому-то может о них рассказывать, хотя, поскольку является отцом лжи, не может говорить всю правду. Ну, просто сущностно не может. Должен лгать всегда. Поэтому, если где-то вы знаете, там, знающих, там, шаманов, гадалок, экстрасенсов, или еще кого-то, кого-нибудь, который вот мне сказал о том-то, ну, мелочи какой-нибудь сказал, потом в крупные вещи, что-то еще подсказал, опять же, не как будет, а как могло было бы быть. Тем самым формирует твое будущее, которое должно было быть совсем другим, лучшим. И все равно рано или поздно скажет что-то такое, что принесет тебе огромное горе и, возможно, самоубийство и смерть. Так что не ищите будущего, не ищите этого знания. Будущее будет такое, каким ты соделаешь день сегодняшний. Хочешь быть счастлив завтра, делай все необходимое сегодня. Распространяй любовь, счастье. Так что все он знает, но не являет. Может, Господь ему не дает, а может, смысла в этом нет. Затопленные корабли тоже как-то не всплывают в море, в океане. Просто так. Так что есть они, и хорошо. Есть мощь пророков в Израиле, гробницы пророков. Они с особого почтения к ним относятся. Есть мощи святых, православных, христиан. Мы тоже с почтением к ним относимся. Но самое главное для нас Господь наш Иисус Христос. Его любим, Его чтим, на Него надеемся. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok